Вопрос простой. Получают ли они, грубо говоря, заработную плату? Есть ли у них проблемы с их нанимателем в процессе получения заработной платы, с точки зрения ее и размеров, и долги, и так далее? Нарушаются ли их права с их точки зрения? Если на эти вопросы мы даем, да, есть проблемы с размером, есть проблемы со сроками, есть проблемы с правами, тогда, конечно, людям нужен профсоюз. Но вопрос заключается в том, что сейчас у нас, вот самозанятые, предположим, туда правительство успешно загнало, я бы так сказал аккуратно, в районе 7 миллионов человек. Это большая цифра на самом деле. Но сейчас их статус в смысле трудовых отношений не описан вообще никак. В том смысле, что правительство это делало для чего? Для того, чтобы вывести большое количество людей из серой зоны, как бы вот всей гаражной экономики, где они были, и так далее. И сказал, ребята, платите минимальный процент, причем только такой, что называется, процент от доходов, либо вообще фиксированную сумму. Но при этом, кто они такие? С точки зрения трудовых прав не описано сейчас ни в одном законе. А у них люди вступают в этот статус, получают его, получить достаточно просто. Но они не понимают следующую вещь, что те деньги, которые они платят, минимальные и небольшие, они не дают им прав на социальное страхование, они не дают им прав на пособие по безработице, и они вообще-то не дают им прав на пенсию. И через некоторое время, когда люди попытаются вообще что-то получить, выйти на пенсию, значит, они столкнутся с проблемами. И как тогда? Значит, вот сейчас как раз история следующая, что, во-первых, идет большая полемика как раз у профсоюзов. Казалось бы, это люди, которые сейчас не являются членами профсоюза, они к нам формально не относятся. А вообще они пообращаются? Так вот, сейчас я все расскажу. Вот, значит, смотрите. Значит, и вот как раз идет полемика наша с правительством, например, того, чтобы определить какие-то деньги и сделать какую-то систему, пусть даже добровольную, в которую могли бы вступать вот эти самозанятые и выплачивать туда какой-то взнос, чтобы потом рассчитывать на пенсию, на соцстрах и так далее. С одной стороны. С другой стороны, сейчас практически уже принят закон о занятости. Значит, предыдущие версии закона, она действовала с начала 90-х. Радикально сейчас изменилась экономика, там, трудовые отношения и так далее. И поэтому его там серьезно переписали. И вот в качестве законов спутников к этому основному закону должны выступать отдельно законы о самозанятых и о платформенной занятости. Где, ну, во-первых, должен быть определен, по идее, статус этих людей, а не кто. Значит, это помните, как в этом самом Уильфа и Петрова, значит, 12 ульев, когда, говорит, предваритель дворянства, он кто? Пролетарий? Какой пролетарий, говорит? А кто? Буржуй? Какой буржуй? Он предваритель дворянства, так сказать. Вот та же история с самозанятым. Он работник? Ну, мы считаем, что да. А, допустим, а предприниматель говорит, что нет. И государство, скорее, эту позицию отстаивает. Он работодатель? Ну, вроде бы нет. Да, он кто? Но, кроме этого, кроме определения его функции, еще он в этом законе, с нашей точки зрения, должен получить право на объединение в профсоюз. Потому что сейчас такими правами эти люди не обладают. Равно как и люди, работающие в платформенной занятости. Сейчас уже начались такие инициативы, пока что региональные, по созданию профсоюзных структур, вот людей, которые работают в этой системе. В данном случае Вайлдберрис. Который, я думаю, закончится созданием профсоюзной организации. Вообще, даже в рамках страны. И мы вот тоже со своей стороны сейчас начинаем этим заниматься.